Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня поговорим о новом проекте, это Titan Arena и Петруха Здорова! Кирилл, привет! Зрители, привет! Ставим лайки, подписываемся, пишем ваши комментарии. Да, наконец-таки новые проекты появляются на блокчейне, да, и новые жанры. Это MOBA, которую все долго ждали, MOBA с NFT-шками, похожая на Brawl Stars, очень-очень. Я думаю, многие, у кого есть дети, видели, как в такое что-то они играют. Это сейчас игры такого жанра на хайпе. Но, что самое интересное, это рабочий проект, который переезжает на блокчейн, и это нам очень нравится. То есть, индустрия начинает видеть, что за этим будущее, и пытаются переезжать. Будем надеяться, что все у них получится, и расскажем вам, что нас ожидает. Да, друзья, вот игра, то есть Hero Strike, она уже есть на мобиле, большое количество скачиваний, и вот эти ребята как раз-таки переезжают полностью именно на блокчейн. Не знаю, будут ли они поддерживать свой продукт именно тут, особо мы тут не вдавались прямо в подробности, но герои те же самые, то есть у них уже проект полностью сформирован, и они подвязывают как раз-таки блокчейн, что его, конечно же, круто, потому что таких игр, именно проработанных, пока очень мало, где есть действительно какой-то геймплей. Посмотрим дальше полностью по проекту, и расскажем, что успели уже узнать. То есть, конечно, все выглядит круто, но кто играл в Barrel Stars, да, правильно понимает, что это за игра. А может, кто-то играл в Hero Strike, этот вечно не играл, поэтому... Не могу сказать, насколько этот прям крутой проект. Не знаю, Петров играл, кстати, в Hero Strike. Нет, такие игры пока проходили мимо меня, мне немножко больше другой жанр нравится, наверное, поэтому я и не играл, но можем покликать, посмотреть, если вам понравится, мы запишем отдельный обзор. Что можно сказать про команду, то есть, как они пишут, это с 2014 года они основали свою фирму вчетвером, и они там по 12-16 часов в течение трех лет делали свою игру, плюс команда в 20 человек. То есть, это, понятно, вот эти все графики, анимация, создание персонажей, механика, то есть, здесь много-много-много человека-часов уже за этой игрой стоит, и они как-то имеют права на это все, естественно, потому что это их игра, да, они ее не продали, я так понимаю, и вот они поэтому переезжают. Это очень нас радует. Посмотрим, что нас ожидает. Они говорят, что это будет фри-то-плей игра, да, и будет несколько жанров персонажей, то есть, будут какие-то градации, да, то есть, будут бесплатные персонажи, как во всех играх, которыми, играя, побеждая, вы сможете нагриндить себе вроде как NFT-шки. Да, вот тут модель показана, как это будет, то есть, фри-то-плей игра, получается, там будут стартовые герои, даны какие-то там, по-моему, в размере трех штук, то есть, они базовые будут, их нельзя будет не продать, ничего с ними не сделать, то есть, они просто как будут, и с их, с помощью этих героев мы сможем наформить первые NFT-шки, которые можем потом там перепродавать и так далее, то есть, вот это показано, как эта модель, в принципе, работает, то есть, игроки могут заходить, пока написано бесплатно, да, ну, когда, естественно, проект «Страна нет», здесь вот показана тоже градация, есть, ну, показана, да, какая-то цена условно, не знаю, как это будет. Вроде это модель только, то есть, это не окончательная цена, видимо, так будет выглядеть рынок, когда уже эти персонажи будут продаваться, мы видим, что тут у них разный уровень, разная рарность, да, персонажей, сами персонажи, видимо, будут какие-то более в мете, какие-то менее в мете. Ну, что там стратегии, там тоже непонятно, как это будет, как всегда. Да, что они еще обещают? Они обещают, что у них два будет токена, это будет внутриигровой токен, который мы будем фармить с помощью вот игры, и будет токен, который сейчас выходит на IDO. Это можно примерно сравнить с Axie Infinity, да, у них тоже токены SOP, это внутриигровой, который внутриигровой используется и фармится бесконечно, и сжигается, а другой, это как акции компании, Axie Stoken, здесь же будет их токен называться Titan Coin Game вроде бы, TCG и TC еще какой-то, H вроде бы. Вот, и вот этот коин выходит на IDO, его можно будет, если вы заполните white list, выполните все условия, ну, все, кто участвовал в любых IDO, я думаю, разберется, это будет у них на Polka Starter, то если вы заполните white list, пройдете лотерею, получите билет, то вам разрешат на 200 долларов купить их токенов, максимум на 200 долларов на аккаунт по 8 центов, да, это такая вот у них цена. Всего они собирают 200 тысяч, вот THD, вот мы видим этот токен, Network Binance Smart Chain, что нас, в принципе, радует, это дешевые комиссии, можно быстро все будет сделать, да. И еще, что хотелось уточнить, что они потребуют потом KYC от вас, то есть вам надо будет обязательно указать ваше имя, фамилию, где вы живете и какие страны исключены. Плохие новости для тех, кто живет в Крыму, Киргизстан, Узбекистан, Украина, Беларусь, это, я думаю, все страны, которые как-то связаны с СНГ, а может, возможно, еще Сербия, Америка, Канада, тоже все исключены, так что смотрим, есть ли у вас вообще юридическое право участвовать в такой штуке, и тогда залетаем. Да, что еще? Ну, по времени, тут еще время, еще 5 дней есть, то есть до 12 сентября, поэтому успевайте, в принципе, тут все сделать не так сложно, добавить, в принципе, тут нечего, да, я посмотрим еще ROTMAP, ROTMAP, тут у них распланировано до 23-го года, и, в принципе, вот показано, что, да, не особо делают. Тут и турнаменты у них, ну, правда, это 22-й год, кстати, где-то еще хотел сейчас кое-что показать. Система, получается, будет лидерборды, будет, то есть какие-то ранки, да, то есть вот это все прикольно сделано, в плане того, что система уже проработана, то есть они на своем опыте, соответственно, многие ошибки, которые они допускали до этого в мобильной игре, они не будут их делать именно в это. Единственное, что может нас смущать, это только как они ей правильно подвержат блокчейн, да, но я думаю, специалистов они на это дело тоже наймут. А так все круто, то есть непонятно пока, конечно, какие тут будут заработки даже ближайшие, да, какие прогнозы, естественно, давать не будем, но это то, что мы ждали, игры, которые реально будут рабочие, которые можно будет играть и зарабатывать, это, конечно, круто. Что еще нас обрадовало, что белые книги, белые бумаги, у них чуть ли не на первом месте стоит, что они за геймплей, чтобы игрокам это нравилось, чтобы они игру не бросали, чтобы это было не из-под кнута, да, что ты играл только, чтобы заработать, а именно видят они, планируют в долгую, говорят на 50 лет вперед, ну, естественно, это, конечно, заоблачные планы, но когда команда на первое место ставит игру и геймплей, мы только это приветствуем. Да, сейчас много, получается, игр на блокчейне, которые, грубо говоря, там быстро зашли, немножко подформили, заработали и быстро ушли, там какое-то колебание курса, где, не дай бог, чуть вниз проходит, сразу там паника, скамы, сразу люди уходят, потому что в игре просто нет геймплея, по сути, как раньше старые добрые игры, где ты заходишь поиграть, получить удовольствие, если это будет еще совмещаться с заработком, как, да, Brawl Stars, где вы еще будете зарабатывать, а не только тратить, это, конечно, для кого-то будет прям какая-то находка, и, конечно, мы будем пытаться искать такие игры под каждый жанр, потому что игры выходят в разном направлении, и мобы, и сейчас, наверное, стрелялки скоро подкрутят, дальше, может быть, что угодно, да, конечно, направление начинает набирать, набирать обороты. Не знаю, что добавить, что Петруха еще искать интересное. Да, в принципе, все, заполняем форму, подписываемся на канал, заходите нам в Telegram, накидывайте в комментарии похожие проекты, если что-то мы не заметили, мы будем рассматривать, если все рабочее, обязательно будем снимать про это видео. Так что, всем до скорых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok